у меня намечается мукбэнг собственно так я иду на кухню на кухню я иду у меня все те же у меня все те же копы все тот же кот кот мне чуть не сломал сэлфи палку что у меня сегодня у меня сегодня такая тарелка помидорок и вот эти вот еще спрос минувших дней лакомство минувших дней котлета бекони собственно вот она он взял и этот штатив свалил на пол вместе с телефоном хорошо что вот в этот момент я порадовалась что у меня не iphone даже iphone бы скорее всего разбился в дребезги а таким вот телефоном не очень дорогим как вы понимаете ничего особо и не бывает это плюс конечно же зуб вообще не дает мне покоя поэтому сегодня хорошо что дядя руслан он долго мастерил на даче рачек вот я не хватает я не знаю только что у него есть сухой корм влажный корм нет салафан превыше всего вот ребята что хочет вот хочет а я сейчас понесу это все в комнату и буду там все это кушать в общем мукбэн это оральный прием пищи так что приготовьтесь ну вот собственно будет час мукбэнчик такие ярко-красные помидоры с ярко-красным перцем и такие пережаренные котлетки в беконе надеюсь они еще не успели испортиться блин после того как кот уронил эту палку вот все может уронить разбить и испортить когда об этом говорит нет нет мне никто не верит что какой что код может так сильно безобразничать на самом деле может еще зубы 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 мои зубы что-то зуб не он не дает мне нормально жить то есть как-то нету такого вот ощущение радости и счастья если что-то долго болит уже как-то не до радости еще посмотрю расписание когда мне ехать на дачу уже минусом ход 1625 но отлично хорошо 1625 поем блин постирал свои брюки знаете что с ним случилось они стали каких-то белых разводов вот что с ним стало они разве не правда у меня на белых моих вещах ну не на белых наоборот на я люблю брюки цвета хаки вообще очень люблю вещи цвета хаки мне вот этот цвет очень нравится хотя я понимаю что это не совсем так скажем мой цвет но вот цвет хаки мне кажется каким-то очень клёвым что он принципе он не такой марки как белый или бежевый он не такой скучный как серый он не такой мрачный как черный он не такой пафосный как бортовый наверное мне надо накатить нашу тук болит прям невозможно одни мучения жизнь это блять это какие-то мучения реально жизнь не все время рекламируют мужика в черную в трусах кстати ничего так симпатичная вот не сигарет вот вам надо похудеть вам нужно похудеть по стране а то дядя руслан уйдет от вас молодой стройный вот я вот хочу сказать вот мне вот тоже нравится например мужчины вот с такой вот фигурой вот мужчина с такой вот фигурой мне бы понравился очень сильно я честно скажу я бы тоже хотела чтобы вот у дяди руслана была бы вот такая вот фигура но я об этом ему не говорю я понимаю чтобы иметь такую фигуру нужно блин часами зависать в спортзале соблюдать специальную диету а то что он там пытается есть спортивные сиропчики и заниматься на тренажере приводит к тому что он худеет и становится просто худощавым жилистым парнем хотя он худой жилистый как таджикский грузчик уже стал то есть а мне бы тоже хотелось загорелого мускулистого такого всего супер пупер пацана вот и желательно еще и богатого и с машиной на мерседесе и так далее но я же об этом не высказываю своему парню постоянно я понимаю что не всем дано быть богатым не всем дано быть мускулистым загорелым мачо блин есть и нормальные я просто обычные мужчины чё от меня-то требует каких-то блин супер свершений ради хуйца я тоже что-то не совсем поняла я-то его принимаю таким какой он есть я не говорю вот смотри какие бывают мужики мы почему ты не накачался еще до сих пор хотя мне кажется что похудеть женщине в возрасте что накачаться мужику и то и другое довольно сложно и требует больших усилий и работы над собой я его принимаю таким какой он есть со скромной зарплаты и с хрупкими руками ну ああ не раз treble 没事 Может быть и надо было принимать антибиотики, но, мне кажется, сейчас полюбас уже поздняк. У меня зуб это что-то вообще. Что это что-то с чем-то. Он разошелся. Он разошелся, он разыгрался, сука, он разболелся. Жиросжигательные батончики закончили. Да, когда что-то болит, уже не прикольно. Уже не хочется песен и прочего. Прикольное платье, но с открытыми плечами. Сейчас уже, наверное, не по сезону, как бы осень. Сейчас, кстати, распродажа летних шмоток. Поэтому можно успеть затариться для тех, кто хочет. Тридцать первый размер штанов. Поехали. 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 Вилка вся в соли. Да, я сейчас поем и накачу, иначе я не знаю, что со мной будет. Да. Не, наверное, костюм слишком дорог. Так, что мне пишут? Давно пора раздеться, зачем тянуть кота за хвост? Ну, неинтересно будет, если я раздянусь совсем толком. Че, тогда уже все. Вы уже все увидите, и вам станет неинтересно. Не нравится мне. Бамбуковая доска. Если я разденусь, все будет увидено, все будет пройдено. Мне интересно будет. Так, я пойду возьму ложку. Да, зуб подпортил у меня жизнь. Не знаю, еще что-то. Вольтовый секс, а потом смотрит жесткий. Ну да, это фантазии. Фантазии могут отличаться от реальности. Татьяна Апарина, два часа назад, спрашивает. Марина, здравствуйте. Вопрос о помощи близкому. Были ли ваши случаи значительной вам помощи, моральной или материальной? То есть был тяжелый момент жизни, вдруг раз, и откуда не возьмись помощь, которая вытащила из ситуации. Да, были. Как ни странно, но мне вот люди помогали. Но мне помогали в основном с вами бабушки с дедушкой. Это вот было первое, когда я поступила в институт, а поступила я на платный факультет. Они не обязаны были мне помогать. Они вполне спокойно могли стать. Поступила на платный, пиздуй работать. Мы тебе не обязаны. Но они мне очень сильно помогали. И с оплатой, и сдержали меня, пока я вот на третьем курсе, я пошла работать уже сразу по специальности. Вот это один раз мне помогли. А второй раз, уже когда сюда я переехала, у меня были проблемы, у меня сгорела вся проводка. И бабушка мне очень сильно помогла материально, потому что эта квартира была очень старая, убитая, без ремонта. Бабушка мне помогла сильно деньгами. Мне хватило и на ремонт, и на окна, и на проводку. То есть, ну вообще, бабушка мне хорошо очень помогала по жизни. Но она очень сильно мне клевала мозг на тему того, что нужно обязательно выйти замуж и родить детей. Причем нужно выйти замуж именно и вот так мужу прям прислуживать, готовить, убираться. А я не знала, как это совместить, вот эту готовку, уборку и рождение детей с работой. Я говорю, а богатые мужчины ко мне как бы не сватались. Я, видимо, недостаточно... Ну, скорее всего, просто элементарно я недостаточно красива для того, чтобы ко мне посватались богатые мужчины. И тут дело даже не весит. Даже если я похудею на 20 килограмм и вместо очков буду носить линзы, все равно у богатых мужчин есть большой выбор. И там есть действительно девушки намного красивее, намного более обеспеченные, чем я. То есть у богатых мужчин действительно есть статусные девушки, с которыми они могут встречаться. Вот. А если выходить замуж за мужчину среднего достатка, то придется работать. Потому что он не сможет нормально содержать семью. То есть по-любому придется работать. А совмещать вот это замужество, домашние дела, рождение, воспитание детей и работу очень тяжело. И я просто не готова на это. Но бабушке было наплевать. Она мне постоянно толдычила, что нужно обязательно выйти замуж. Потому что женщина без мужа и детей, в ее понимании является какой-то неполноценной, глубоко дефектной личностью. Это очень сильно отравляло мне жизнь. И, короче, комплексов у меня от этого до хера. До сих пор мужчина из-за мужества воспринимается у меня как некоторые такие какие-то супер понятия, для достижения которых требуется изрядное вложение времени и сил. И я даже не хочу участвовать в этой тяжелой конкурентной борьбе за мужчину, за замужество. Мне проще отказаться от всего этого и жить спокойно. Но бабушка не могла этого понять и требовала, чтобы я вышла замуж хоть за кого-нибудь. В итоге мне пришлось все-таки выйти замуж за кого-нибудь. Вскоре мы развелись. Но бабушка не унималась и она требовала, чтобы я вышла замуж еще раз обязательно. Или хотя бы родила ребенка. Так вот. Но я не готова. Но этот-то лев, это мультик про льва. Про то, как у льва грива появилась. Советский такой мультик про стрижку льва. Где парикмахер говорил льву, ну не готова, что ж такого, стрижка только на чита. Ну вот не готова я. Так. В общем, бабушка у меня все время помогала. Я жирина, а не ширина, хотя моя девичья фамилия была наша. Я иногда неправильно произношу слова. Это челюстно-лицевые проблемы. Просто вот иногда я неправильно произношу слова. Little girl. Приветик, girl. Вопросики для видео. Хотела бы еще какой-нибудь пирсинг? А, хотела бы еще какой-нибудь пирсинг? Да, хотела бы. Я хотела сделать пирсинг сосков, но дядя Русланчик сказал, что нет, это перебор. И мне сказали, что это очень больно, требует ухода. А судя по тому, как тяжело у меня зуб заживает, я думаю, мне еще не хватало, чтобы довесок зуба у меня еще болели соски. Поэтому, наверное, пока я остановлюсь на том пирсинге, что есть. Хотела сделать пирсинг языка, но особо тоже меня-то советовали, потому что часто возникают проблемы. Были ли попытки суицида? У меня в юности был, как вы понимаете, по состоянию одной моей руки, в юности у меня была такая попытка, это называется демонстративный суицид. То есть, у меня не было цели уйти из жизни, а у меня была цель потрепать нервы моей маме и сестре с целью получения большей свободы и больших ништяков. Я была очень депрессивным подростком, у меня очень тяжело было жить в лишениях, мне хотелось гулять, учиться вообще не хотелось. Мне и сейчас хочется гулять, а учиться и работать мне тоже не хочется. И у меня была даже на этой почве попытка суицида, после чего ко мне стали относиться спокойнее. Раньше меня много всего запрещали, не разрешали там гулять до пазана, как и многим, но после суицида стало как-то немножко... Меня меньше стали ругать, потому что в детстве, в юности меня очень часто ругали. Ну, сестра очень сильно меня ругала. Еще, когда мы что-то тоже с бабушкой сильно поругались, иногда бабушка мне сильно помогала материально. Но иногда она бабушку находила, как будто у него какой-то вследялся демон. И она начинала жутко на меня ругаться. Очень ужасно. Говорить себе мне всякие гадости. На самом деле, словесной руганью можно довести человека до суицида, особенно подростка или ребенка, которому детства, в принципе, нету, некуда. Тут просто человек может послать, если там на меня, когда там сейчас бабка начнет ругаться, я скажу, нет, где ты нахер, бабуля. Я сама разберусь, что мне делать. А в подростковом возрасте я не могла этого сделать и сказать, потому что пойти мне было некуда. Я была материально очень зависима от родителей. И бабушка на меня ругалась ужасно вообще. Я один раз пригрозила ей, что выпрыгнула в окно, прыгнула на подоконник. Но выпрыгнуть реально в окно я тогда была не готова. Я типа там замешкалась. Бабушка в этот момент меня просто с подоконника сняла. Она физически очень сильная была все время, крупная женщина. Ну вот бабушка вот на меня так сильно ругалась. Она мне, с одной стороны, очень сильно помогала и деньгами, и прям крупными суммами с обучением. Ну вот бывало, ее как-то перемыкало. У нее была очень тяжелая судьба. У нее детские годы бабушки пришлись на Вторую мировую войну. То есть она жила в Тверской области, там шли ожесточенные бои. Она помнит там стрельбу, голод, вообще вот эти вот все ужасы. И у нее поэтому видимость нервной системы, наверное, это посттравматический синдром у нее так действовал. Она не была плохим человеком. Она мне очень хорошо помогала материально. Благодаря нее я закончила университет. Она вещи мне покупала. Ну вот бывало, вот у нее, видимо, вот этот посттравматический синдром был. Ее как заклинит, она начинала прям ругаться, и она не могла остановиться. И вот она буквально доводила меня до слез очень сильно вот этой вот руганью своей. То есть она не просто так, знаешь, человек поругался и пошел. А вот она прям, вот как заведенная юла, и талдычит, и талдычит, и талдычит, и талдычит. Вот она уже видит, что я уже плачу. Нет, она уже все равно начинает талдычит. Вот есть такие женщины, у которых какие-то проблемы. Они вот не могут остановиться. Вот они когда начинают ругаться, они прямо начинают ругаться, и ругаться, и ругаться, и ругаться. Они совершенно, ну, не берут в расчет эмоциональное состояние своего оппонента чаще всего. Ну, вот у меня просто с отцом я не общалась, а бабушка прям вот была, вот как заведется, и вот с сестрой та же самая у меня херня, что с бабушкой, что с сестрой. Ну, и с мамой тоже часто было. Как начинают ругаться, и они вот не могут остановиться, вот их прям вот прет, они прям ругаются и ругаются, ругаются и ругаются, и они уже не видят, что я уже там на нервах вся, что у меня нервы уже сдают, продолжают ругаться. А потом сестра, причем она такую же тактику усвоила, и также она себя вела с мужем, а потом она же жаловалась, какой муж у нее ужасный, что вот он ее побил, и я не одобраляю вообще ни в коем случае проявления домашнего насилия, но надо понимать, что действительно некоторые действия могут провоцировать. Вот именно в отношении сестры, вообще мамы, сестры, бабушки, это вот какой-то такая вот в семье была манера поведения, то, что они, когда начинали ругаться, они вот не могли остановиться, и они как-то, ну вот, не контролировали то, что они говорят, то есть можно дать человек поругаться, сделать замечание что-то, но нужно как-то все-таки знали границы, а вот они эти границы не знали, они начинали прям гнобить, 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 вот пока вот реально до нервного срыва не доведут. У меня вот тоже, что я руку себе порезала, меня просто довели мама и сестра своей руганью, что вот с бабушкой тогда, это, видимо, вот наследственная черта такая была. Я очень боюсь тоже, что у меня это может проявляться, что я тоже могу себя вести как-то скверно, поэтому стараюсь, вот если там какие-то, я просто стараюсь по максимуму избегать конфликтных ситуаций, то есть даже если какой-то конфликт, я иногда просто ухожу и все. Ну, дядя Руслан тоже, он как-то конфликты не создаёт. Вот это я вот хочу рассказать. Какие имена нравятся? Ну, мне нравятся вычурные имена, в общем, всякие прикольные. То есть мне нравится имя Алина, прикольное, мне кажется, Кристина. То есть вот у женщин мне нравятся такие гламурные имена. Жанна, там, Милена, то есть как-то так. Но это редко встречающиеся имена, в принципе, просто вообще практически все имена, они как бы прикольные и вполне имеют место быть. Но просто некоторые имена, они очень часто используются, и поэтому они уже не такие прикольные. Например, имя там Настя, Ксюша, Аня, Таня, Маша, Света, Оля, Наташа. Вот они настолько часто и популярные, что просто как-то... То есть это хорошие имена, то есть да, они классные, они прикольные, но их настолько много. Ну, то же самое Марина тоже и Полина тоже, их очень много. Вот, что просто они как-то, ну, ну, странно, почему так много одинаковых имен. Я вообще даже читал, типа, что называли раньше по святцам. Но даже в святцах там разнообразные вообще имена. Вот, если так посмотреть, там всякие вообще различные имена. Если так посмотреть, женские православные имена. Там много разных имен, но почему-то в основном своем называют одними и теми же именами. Православные имена для девочек. Августа, Агапия, Агафия, Агафоклия, Агафоника, Агния, Агрекина, Акилина, Алевтина, Александра, Алла, Анастасия, Анатолия, Ангелина, Анимаида, Анимаиса, Анисия, Анна, еще раз Антонина, Анфиса, Анфия, Анфуса. Ариадна, Арсения, Артемия, Архелая, Аститерея, Аклиада. Вы много слышали имён таких? Ариадна, Артемия, Аксипиодота. Аксипиодота или Афанасия может быть и странно. Ну, вот, например, имя та же самая. Ну, Аполлинария – это Полина, а Аполлинария по-другому. Амфуса – это Амфиса, наверное, и Амфия. Антонина, но она несколько устаревшая. Вот я знаю из этих имён, я чаще всего знаю. Это Анна и Александра, а Левтина ещё реже. А вот Акелина, Агния, Агафоника. Вот Ангелина, а не Маида, не Маиса. Вот очень мало. Это вот только на «а» я прочитаю его. На «в». Валентина, Валерия, Варвара. Я даже Валентина, Валерия и Варвара я очень мало знаю. Валентина, Василиса Варсанофия, Московская. Вот он, Варсанофия. Вы слышали такую девушку с именем Варсанофия? Однако это имя христианское. Вася, Вася. Вивея, Вера, Вероника, Вивея, Веринея, Вриена. То есть, я вот только Вероника слышала из этого. На «Г» Гаафа, Гаяния, Гали. Вот имя Гали. Галина, Гермогена. Почти, что Гермиона. А вот, видите, есть Гермогена, Глафира, Гликерия, Галиндуха даже. Вот я слышала только «Галина» и всё. И Глафира. Вот Гермогена и Гликерия у меня не было ни одной. На «Д» Дарья. Вот Дарья, Даша, да, тоже есть. Домна, Дамника, Дамнина, Дорофея, Досифея, Доросида, Дуклида. Доросида и Дуклида – это, конечно, странные имена. Вот я знаю только Дарью. Ни Домна, ни Дамника, ни Дамнина, ни Дорофея, ни Досифея мне не случались. Такой лично я не знал. На «Ей» имена женские. Ева. Ну вот Ева сейчас популярнее. Еванфия, Евула, Евгения, Евдокия, Евдоксия, Евлалия, Евлампия, сразу как у Дарьи Датцова, Евникия, Евпраксия, Евсевия, Евстолия, Евстропия, Евстфалия, Евфимия, Евфрасия, Евросинья, Екатерина, Елена, Еликанида, Елизавета, Лиза. Емилия, Емилия, Енафа, Епистемия, Епистемия, Епихария, странные имена. Ермиония, 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 соединяющая греческая, Еротиида и Сфирь. Вот из этих имен я знаю только Елена и Екатерина. Еще Евгения и Ева. Евдоки сейчас практически нет. Как и Евлампия, Евпраксия, Ефросинья, Енафа и Есфирь. Назэ, Зинаида, Зиновия, Злата, Зоя. Мали, Илария. Кстати, Илария имя прикольное. Иоанна, Анна. И Аникия, Иавила, Ираида. Вот Ирина я знаю, Ирина много, а вот Ираида ни одной почему-то. И Сидора ни одной не знаю. Ирина, Юлиания, Юлия, 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 Юстина, Юния, Юния, Юста, Ия. Я знаю только Юлию и Ирину и Анну. Ну, Анна это Анна. Ни одной Ираиды, Исидоры, Юлиании, Юлиты как-то не встречалось. Накэ вообще странное имя. Каздоя, Казадоя почти что-то. Каздоя, вот, Царелина оказывается. Калерия почти что-то. Карелия. Калиса, Калисто. Ну, это, кстати, имя Калисто и Калисто прикольное. Калисто, можно сказать, Каста. Калисфения, Капитолина. Вот я только про Капитолину слышала. Кстати, Капитолина тоже. Кассиния, Киркира, Китиваны, Кикилия, Киприла, Кира. Кстати, Кира переводится как госпожа. Почти что-то как Мария. Киракия, Кириена, Кирилла. Оказывается, практически у всех мужских имен, кстати, есть женские формы. То есть есть Кирилла, Кирия, Клавдия, Киприла, Клеопатра, Крискентия, Конкордия, Ксанфипа, Ксения. Я услышала только Ксению. Кристины почему-то нет. Наверное, как она переводится, как Христина. Найл, Лариса, Леонила, Лидия, Лея, Лукина, Лукия, Любовь, Людмила. Вот Найл самые популярные почему-то имена. Вот Лариса, Людмила, Любовь. Всё это я уже слышала. Лукия, Люсия по-другому. Найл имена Мавра, Тёмная. Кстати, одно было из моих имён когда-то. Макария, Макрина, Мамелхва, Мамика, Манефа, Маргарита, Мариам, Мариана, Марина. Марин тоже много. Марианила, Мария, Марфа, Мастриндия, Матрона, Мелания, Мелетина, Милица, Минадора, Миропия, Митродора, Михаила, Маяком, Стислава и Муза. То есть видите, сколько имён. Используется только всего лишь там Мария, Марина, Мариам и Мавра там не используется. Матрона, Мелания редко. Наян Надежда, Наталья, Неонила, Ника, Нимфодора, Нина, Нонна, Нуненхе. Ну, в общем, короче говоря, имён дофига, но используется почему-то вот у нас очень мало. Хотя другие имена, они не запрещены, ими можно крестить. Но вот мне ни разу не встречалось ни Неонила, ни Нимфодора, ни Ниненхея. Имя есть Павла, кстати, прикольное имя, Пороскева, Пелагия. Ну, Пелагия – это можно сказать Полина, но Полина – это, скорее всего, Полинария. Потому что Пелагия – это тоже морская, то есть то же самое, что Марина. А Полинария – это всё-таки посвящённая Аполлону. Платонидо, Палактия, Поликсения. То есть просто Ксения, а есть Поликсения. Вот Ксении я знаю много, а вот Поликсению почему-то не одну. Поплия, Препедигна, Прискила, Присцила, Проздока, Проскудия. Видите, как Проскудия, Пульхерия. В общем, короче, Проскудия – это ожидание. По-другому называют. Странно так вот назвать, типа Проскудия. Люди раньше называли разными прям. Пульхерия – прекрасная по-другому. Люди называли раньше людей разнообразными именами. Вот это, кстати, тоже немаловажно. Может быть, это, кстати, было, знаете почему? Наверное, просто раньше в семье было много детей. И чтобы у тебя не было там три Ани, две Тани и пять Наташ. Потому что рождалось очень много детей в семьях. И, видимо, чтобы их не путать как-то между собой, называли их различными именами. А сейчас вот среди парней самые популярные имена вот очень много Александров. Вот можно прям подойти к мужику и спросить, «Хочешь, я угадаю, как тебя зовут?» С трех попыток. Либо Александр, либо Алексей, либо Андрей. Вот чаще всего. Реже встречаются имена там Николай, Артем, Владимир, Михаил, Максим. Вот самые популярные. А среди женских самые популярные – это Аня, Лена, Таня, Оля. Чуть реже Наташа, Ксения, Настя. Ну и там дальше тоже все остальные. Марин тоже много. И вот прям вот я говорю, странно, когда ты работаешь в коллективе или учишься в школе, и вот до хера прям идет людей с одинаковыми именами. Вот сейчас вот какая-то вот такая тема сейчас, что очень много людей в однотипной одежде, то есть просто, хотя вроде выбор огромный, то есть можно что угодно купить, там любую одежду заказать из Китая. Нет, вот у нас люди приблизительно одинаково одеваться. Приблизительно одинаковые телефоны у всех, кто может всех позволить, айфон, у тех айфон. Если не айфон, то самсунг. То есть вот как-то вот у большинства. И вот я заметила, очень много людей реально с одинаковыми именами, с одинаковыми машинами, в одинаковой одежде, хотя выбор есть. Вот, ну вот как-то так вот у нас хотят всех как-то соединить. Вот у нас идет сейчас... Если раньше как-то старались подчеркнуть индивидуальность хотя бы именем, то есть не называть всех одним и тем же, там не называть всех Анями, Настями, Ксюшами. А сейчас мода пошла. Сейчас многих называют София или Аня. Алина или вот еще Миланя, особенно как Миланя Трамп появилась. Все, очень много Миланей. То есть все-таки раньше как-то старались, чтобы у людей, чтобы человек выделялся хотя бы именем. Ну и одежда тоже у всех была разная. То есть каждый сам себе шил по своему вкусу одежду. Ну, у женщин. А сейчас очень много людей в одинаковых одеждах, с одинаковыми прическами, с одинаковыми именами. То есть вот это вот странно. То есть какое-то идет такое вот обезличивание. Вот то же самое, если посмотреть Инстаграм. То есть вот модно, короче говоря, широкие брови. Вот всем, у кого нет, надо нарисовать, отрастить и так далее. Модные толстые губы. Надо как-то надуть их, накачать, чтобы были толстые. Модно там светлые волосы. Надо покрасить, распрямить. Ну, в общем, короче говоря, вот сейчас как-то все стараются обезличивать людей, чтобы просто не было какой-то вот такой индивидуальности, а была просто такая общая, такая человека-масса, которой желательно легко управлять, чтобы было так вот. Вот о чем я хотела сказать. Это я вот отвечаю на вопросы свои. Какие имена мне нравятся? Про помощь я рассказывала. Моральную помощь мне часто оказывает дядя Руслан. Мы с ним вечером разговариваем. Это не просто какое-то дружеское общение. Он еще, я и с ним советуюсь. Но он мне неплохо оказывает моральную помощь. Марина, как вам фильм «Мусорщик»? Я думаю, вы наверняка смотрели. К сожалению, нет, не смотрела. Но теперь я буду знать, какой фильм мне можно посмотреть. Что можно посмотреть фильм «Мусорщик». Так, куда-то делось. Я вот что-то смотрела же. Где у меня там вот вопрос был. Вот. «Литл герл». Я все отвечала. Нравится ли свое имя? Мне в детстве очень не нравилось имя мое. Оно меня очень раздражало. Вот. Меня прям бесило это мое имя. Короче, оно мне очень не нравится. А сейчас наоборот нравится. Я думаю, что оно нормально. Я не люблю имена, которые сокращаются. Например, имя, допустим, Елизавета звучит прикольно. А Настя как-то не особо. И многие имена. Например, Екатерина прикольно звучит. Катя как-то не очень. То есть, Светлана прикольно звучит. Света. Ну, нормально. Ну, так, короче говоря. Я не люблю имена, которые сокращаются. Я люблю имена, которые не сокращаются. И если у меня будет ребенок, девочка, ну или мальчик, я постараюсь назвать таким именем, которое не сокращается. Потому что сокращенное имя, ну как-то мне просто я не люблю, когда сокращенное имя. Но это мое личное мнение. То есть это не значит, что сокращенные имена хуже длинных. Это просто мое мнение. Я считаю, что нет плохих имен. Имена есть разные, и это хорошо. И практически все имена благозвучны. Если не брать имена типа Дездроперма и Тракторина, в основном в своем все имена нормально звучат. Просто не всегда привычно. Мы привыкли к определенному количеству ограниченному имен и к их звучанию. И какие-то имена с другим звучанием нам кажутся уже некрасивыми. Но на самом деле все практически имена, они вполне нормально звучат. Какой у тебя телефон? Нравится свое имя? Нравится. Какой у тебя телефон-модель? У меня странный телефон. Я вот люблю необычные имена, я люблю необычные телефоны. У меня Black Veev телефон. Но он мне не нравится. Я его купила, я увидела его. Мне показался он очень брутальным и клевым. Но да, он прочный, это плюс. Он намного прочнее, чем Sony, чем iPhone. Падал много раз, не разбивался ни разу. Но на асфальт не роняло. Но мне не нравится, как-то снимает. Он не очень хорошо. Я бы хотела телефон сменить. Но у меня сейчас пока с зубами, с переездом. Мне как-то вообще не до телефона. Так. Смогла бы ли влюбиться в светло-русую длинноволосую? Ну, конечно, смогла бы. Конечно, смогла бы. То есть тут даже дело не в цвете волос. Я бы смогла влюбиться бы и в рыжую, и в лысую. Но тут многое зависит от человека. Цвет волос, это настолько вот и длина, это настолько изменяемо все. То есть волосы можно отрастить, подстричь, покрасить сейчас в любые цвета. Даже я видела девушек с радужными волосами. Я видела тоже как-то на улице шла девушка. У нее была такая бирюзового цвета, нежного такого прям цвета бирюзы. Юбка развивающаяся и такие же бирюзовые волосы. Я посмотрела, подумала, как это красиво. Прям юбка под цвет волос. Вот, так что тут это совершенно неважно, конечно, могла бы влюбиться. То есть не снялась бы поцеловаться с девушкой на улице. Вот когда у меня была бывшая девушка, мы любили целоваться на улице. Что вызывало шок и негодование угопников. Поэтому, конечно, смотря где, на какой улице. Если это улица какая-нибудь цивильная, то вполне норм. Если это село Бужениново, то лучше, наверное, не надо целоваться. Тут на улице люди могут не понять. То есть, конечно, где-то в сельской местности или где-то в гопнических районах лучше не целоваться на улице. А вот где-то в цивильных местах, ну, почему бы и нет. Но вообще я стараюсь, конечно же, на улице совсем так не целоваться. То, что даже когда, короче говоря, было такое... Вот дядя Руслан, он же издалека едет. Я вот как-то его провожала. И мы целовались на платформе. И мимо шла бабуля. Чувство, короче говоря, духовности. Или я не знаю, чего взыграла у бабули. Она прям подошла и так нас толкнула. Типа, фу, бесстыдники. А что-то она даже сказала. Типа, еще потрахать, естественно. Типа, нету стыда, несовести у современной молодежи. Целуются на улице. Скоро сексоваться начнут в переулках. В общем, короче говоря, я все-таки считаю, что не совсем прилично целоваться на улице. Не только с девушкой, но и с парнем. То есть, прям вот целоваться прям... Так страстно целоваться. Я стараюсь, ну, особо прям вот так страстно не целоваться на улице даже с парнем как-то. Но смотря, конечно, в каких случаях. Ну, конечно, стараюсь особо не импонтировать. Ну, короче говоря, не дразнить там гопников и нашу гомофобную общественность. На оживленных каких-то улицах и где-то в сельской местности лучше, наверное, с девушками не целоваться. Но можно куда-то отойти, где поменьше народу, где, собственно, будет меньше зрителей. И там можно позыловаться. Собственно, вот. Так вот. Если что, у меня есть почта. Куда можно писать? Сейчас я покажу, какая у меня почта. Вот такая вот у меня есть почта. Марина 4611, собака, яндекс.у. Трясутся руки. Марина 4611. Надо поставить. Если я поставлю, то... Собственно, вот она моя почта для личных сообщений. Ну, ладно, уже 50 минут занимает мое видосик. Я надеюсь, я ответила на все ваши вопросы. Мне нужно уже собираться, потому что мне уже, наверное, где-то через час надо будет выходить. Так что всем спасибо, всем счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok